Добрый день, дорогой друг, дорогой коллега! На связи с вами Наталья Волосаева, и я приветствую вас в серии видеоуроков для руководителей. И в этом видеоуроке мы поговорим о том, почему же нельзя подчиненным говорить слово «почему». Идея этого видеоурока возникла благодаря одному из участников моих тренингов, за что ему очень благодарна. Однажды участник подошел ко мне и попросил совет, говорит, у меня сложилась трудная ситуация с моим подчиненным. Я не могу добиться того результата, который мне нужен. А что же ты хочешь, спросила я. И участник ответил, что я хочу, чтобы подчиненный делал так, как я ему говорю, а не так, как он хочет. Потому что его модель поведения не приводит его к выполнению плана. Тем более, что этот человек громенький. Я говорю, а как ты с ним работаешь? Он говорит, я задаю вопрос, ну почему ты так делаешь? Почему ты вот это делаешь? Почему ты вот это делаешь? Потому что ты же видишь, что ты не получаешь там нужного результата. Ну что я говорю? Давай с тобой разберем, дорогой мой участник тренинга, поэтапно. Все с самого начала. С чего же ты начинаешь? А ты начинаешь с вопроса «почему». Как при этом, скажи, пожалуйста, ведет себя твой подчиненный? Ну это ужас, говорит, включает защитную реакцию, ведет себя как ребенок, говорит, я не хочу, я не буду этого делать. И вообще мне неинтересно то, что ты мне говоришь, и вообще отстанет меня, почему ты меня удивляешь столько времени. То есть, уточняю я, правильно ли я понимаю, что твой подчиненный ведет себя как ребенок, включив эго состояние ребенка, которое мы рассматриваем уже на одном из наших тренингов. Ну да, говорит участник моего тренинга. Я говорю, а чего ты хочешь вообще, чего ты хочешь от этого человека в результате? Ну и он отвечает, я хочу, чтобы мой подчиненный вел себя как взрослый. Мы с ним договорились о том, как будем взаимодействовать и как он будет приходить к получению результата, который мне нужен и ему будет полезен. То есть, уточняю я, ты хочешь, чтобы твой подчиненный вел себя как взрослый. Ну да, говорит участник тренинга. Я говорю, окей, я готова тебе помочь, давай разберем с тобой эту ситуацию с самого начала. Дело в том, что вопрос, почему, естественным образом провоцирует поведение ребенка. Если посмотреть в корень, почему так происходит? Когда нас еще с детства спрашивали, почему ты это делаешь, почему ты не ходил в школу, почему ты не сделал уроки, почему ты не убрал в комнате. Что нам больше всего хочется сделать, когда мы слышим вопрос, почему? Самое первое, что хочется сделать, это оправдываться. Оправдываться, оправдываться, еще раз оправдываться. А когда человек оправдывается, как он себя чувствует? Конечно же, внутри он чувствует себя виноватым, и это включает защитную реакцию. И если это все включает защитную реакцию, мы наталкиваем, сами того не желая, человека на эмоции. Если взять наше правое полушарие и левое полушарие, правое полушарие отвечает за эмоции, левое за логику. И мы будем вот это правое полушарие, тем самым провоцируем возникновение эмоций. Эмоции появляются, и, конечно же, человек начинает вести себя как ребенок, потому что именно эмоциональное состояние свойственно детям. И тогда я задала своему участнику следующий вопрос. Наверняка ты хочешь, чтобы твой подчиненный вел себя как взрослый. Ты уже сам сказал, что хочешь, чтобы твой подчиненный перестал вести себя как ребенок и стал вести себя как взрослый. Верно? Верно. И наверняка было бы здорово, чтобы подчиненный вместо эмоций включал логику. Так? Так. И наверняка хочется, чтобы вместо защитной реакции подчиненный был нацелен на конструктивный диалог. Верно? Верно. И я уверена, что вместо оправданий каждому руководителю, тебе в том числе, было бы приятно, если бы подчиненный пришел к тебе с вариантами решений. Как я могу решить эту ситуацию? Какие варианты могу предложить? Итак, так. В чем же тогда кроется секрет? А секрет как раз кроется в тех вопросах, которые мы с нами задаем. Если мы задаем вопрос «почему?», мы наталкиваем человека на вот эту реакцию. Давай с тобой подумаем, какие же вопросы нужно задавать для того, чтобы человек начинал искать решения, был конструктивен и при этом думал логически и вел себя как взрослый. И мой участник тренинга ответил «Конечно же, я понял, уделался за голову. Нужно задавать вопросы, которые нацелены на настоящий момент и на будущее, и на поиск решений». И мы с ним пришли к такому зумо-заключению, что мы сами, как руководители, провоцируем реакцию своих подчиненных. И нам, как руководителям, выгодно задавать вопросы о будущем и о настоящем. Что же это могут быть за вопросы? Давайте приведем пример. Допустим, случилась какая-то ситуация, когда подчиненный что-то сделал не так. Нет смысла спрашивать «почему?», потому что он начнет сразу же оправдываться. Есть смысл спросить, что будем делать в сложившихся ситуациях. Или же «Какие варианты решения этой ситуации ты видишь?» Или же «Как можно избежать такой ситуации в дальнейшем?» И тем не менее, если мы хотели изначально услышать причины, почему человек так поступил, он нам их озвучит, только за маленьким исключением. Он при этом не будет оправдываться, и мы не включим у него защитную реакцию. Поэтому очень важно в общении со своими подчиненными забыть о слове «почему?», потому что это неэффективно. И таким образом мы сэкономим много времени, и за маленький промежуток времени придем к позиции взрослого и к поиску решений. И еще в этой всей ситуации с участником тренинга мы выявили очень интересную закономерность. Я обратила внимание, что когда он рассказывал про свою коллегу, он говорил «мне нужно, чтобы ты делала это и это. Ты делаешь неправильно вот это, вот это и вот это». Соответственно, я порекомендовала ему полностью отказаться от слов «ты» и от слов «мне нужно». Тогда я предложила участнику тренинга слово «ты» заменить на фразу «мы», а фразу «мне нужно» заменить на фразу «это тебе даст». К чему мы придем в результате? Когда мы говорим «ты это делаешь неправильно», «ты вот это», «ты вот то», человек тоже хочет постоянно защищаться и включает ту же самую защитную реакцию. Когда мы говорим слово «мы», тем самым мы становимся с ним рядом. И этот прием называется в тренинге также «территория мы». «Давай вместе подумаем, что здесь можно сделать», «давай вместе осуществим то-то, то-то, то-то», «давай вместе посмотрим», «мы сможем вот это», «мы сможем вот это» и так далее. Когда мы говорим «мы», мы объединяем себя вместе с человеком, и он становится к нам более расположен и хочет с нами общаться, чем когда мы тыкаем, это все равно, что мы носом его тыкаем, 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 как маленького котеночка. Конечно же, ему это не понравится. И по поводу фразы «мне нужно». Очень много мой участник тренинга говорил, что ему нужно, почему человеку нужно делать то-то и то-то, а именно с точки зрения себя самого. Я предложила ему обратить внимание на выгоды для человека. Говорю «забудь о том, что нужно тебе», говори на языке «выгод», о том, что то или иное выполнение действий даст человеку. Конечно же, эта ситуация вмечалась успехом. Участник тренинга пошел сразу же, попробовал провести обратную связь со своим подчиненным по данной схеме и сразу же прибежал и начал хвастаться, что первый раз в жизни человек не закрывался, не включал ребенка, а сразу за пять минут согласился, говорит, я даже такого не ожидал. Поэтому я вам желаю тоже, чтобы ваши подчиненные никогда не закрывались, не включая защитную реакцию, знать об этих хитростях и смело пользоваться ими. Дорогой друг и коллега, вот мы с вами рассмотрели тонкости и хитрости, на которых, как оказывается, строится очень много, и от этого зависит, как человек будет воспринимать вас, ваши слова и вашу обратную связь, которую вы хотите ему дать. Смело пользуйтесь этими знаниями, уверена, они вам пригодятся и помогут. А я желаю вам успеха, желаю только эффективных обратных связей с подчиненными и постоянного роста вашего авторитета и лидерства. С вами была Наталья Анастарова. До встречи в следующем видеоуроке для руководителей. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!